В эфире телеканал РБК Уфа, программа «Главное за неделю». Мы расскажем вам о самых важных событиях, прошедших 7 дней в контексте экономики и о том, что изменит республику в ближайшей перспективе. Меня зовут Маргарита Гафарова. Здравствуйте. И вот главная тема этого выпуска. Владимир Путин совершил первый межгосударственный визит после инаугурации. Китай – первый главный партнер страны с совпадающей стратегией развития. Турнер Владимира Путина совпал с поездкой в КНР делегации Башкортостана под председательством Андрея Назарова. При участии премьер-министра договорились построить заводы по переработке мяса, пластика, обсудили возможность построить совместное предприятие по выпуску авто нового бренда. На месте выставки «Россия» в ВДНХ развернут универмаг региональных брендов, а башкирская юрта станет центральной зоной нового комплекса для жителей и гостей столицы. Проект представили на форуме «Территория женского счастья», в которой принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. От обмена товарами и услугами до углубленной интеграции. В Уфе прошла конференция авторитетного дискуссионного клуба «Валдай». Куда движется мир, как может быть урегулирован украинский конфликт и какую роль в межгосударственных отношениях играют регионы. На пленарной сессии выступил Ради Хабиров. По его словам, товарооборот с ближайшими партнерами за два года вырос на 15%. На неделе состоялся триумфальный визит Владимира Путина в Китай. Старт новому президентскому сроку он начал с поездки к партнеру и другу. Планы масштабные. Строить справедливый мир, основанный на международном праве, а не на придуманных Западом неких правилах. Глава российского государства встретился с Си Цзиньпином, посетил приграничный с Россией город Харбин и принял участие в большом российско-китайском форуме «Экспо». Так совпало, что в это время состоялся и официальный визит делегации Башкортостана под председательством Андрея Назарова. Больше сотни бизнесменов, руководителей ведомств, общественных деятелей и журналистов региона приняли участие в поездке. Среди обсуждаемых проектов – строительство заводов по переработке мяса и пластика. В планах договориться о прямых авиарейсах между Башкортостаном и провинцией Ильянин и создать совместное предприятие по выпуску автомобилей. Подробности в нашем следующем репортаже. Вот так триумфально в Китае встречают главного стратегического партнера. Китай вступил в глобальное противостояние с Западом. Россия в этом процессе уже активно участвует. Но не только это объединяет глобальных игроков на мировой арене, а глубокие исторические связи и единое видение будущего мироустройства. Поэтому не зря первый визит после инаугурации Владимир Путин совершил именно в Поднебесную. Президент России встретился с Син Цзиньпинем, подписал совместную декларацию об углублении всеобъемлющего партнерства, возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине и выступил на китайско-российском экспо-форуме. Вслед за руководством страны регионы активно продвигают внешнеэкономические интересы. Впереди этой работы Башкортостан. Не случайно на площадке Экспо в Харбине выставлен внушительный стенд республики. На экспозиции представлены самые узнаваемые региональные бренды. Макеты авиационного газотурбинного двигателя, низкопольного троллейбуса, ортопедические протезы, не говоря уже о продукции агропрома, которой угощались гости. По поручению главы республики Башкортостан Хабирова Радио Фаридовича мы осуществили уже второй визит в Китайскую Народную Республику. Это новые города. Мы для себя открываем новые направления. Ни для кого не секрет. Сегодняшние реалии – это наши новые партнеры. И партнеры – те, которые сегодня в геополитическом курсе, безусловно, работают с нами в одном направлении. И это такая страна, как Китай. Это две самые важные державы на сегодняшний день, которые отвечают за дальнейшее благополучие. Башкортостан вышел на новый этап партнерства с Китаем, что подтвердил премьер-министр правительства Башкортостана, возглавивший внушительную делегацию. Она состояла из министров, руководителей институтов развития Республики, бизнес-ассоциаций и, конечно, самих предпринимателей. Андрей Назаров выступил на презентации инвестпотенциала Республики на выставке российско-китайского экспо и заявил, что по итогам прошлого года в структуре экспорта Башкортостана Китай занимает 25%. Это абсолютное лидерство среди 100 стран-партнеров Республики. Конкурентным преимуществом Башкортостана является его географическое положение. Мы являемся ключевым торговым перекрестком, расположенным на стыке Европы и Азии. Это дает новые возможности для реализации совместных проектов по формированию эффективной экспортно-логистической инфраструктуры. Так одним из них может стать строительство речного порта в городе Агидель. И этот порт может уже связывать через судоходные реки европейские части России с пятью морями. Вообще вопросы логистики являлись ключевыми на переговорах китайского и башкирского бизнеса и руководителей правительства. Мало найти нужные товары. В современных условиях гораздо важнее их поставить срок и по привлекательной цене. Но классический товарооборот – это только старт пути. Все стороны заинтересованы в углубленной кооперации, создании совместных производств. Так в ходе встречи стало известно о планах корпорации Сюань-Юань создать целлюлозно-бумажный завод и ветроэлектростанцию на территорию города Агидели. Это место привлекает наличием инфраструктуры и транспортными возможностями. Город Агидель заинтересовал не только этого инвестора. КН Инвестиции хотят создать там завод по производству автомобильных двигателей. Часть продукции может уходить на НИФАС, где в первые месяца после введения санкций испытывали трудности с комплектующими. Также новая продукция может быть востребована на белорусском заводе «Амкадор». Еще один перспективный проект – это производство по выпуску так называемых термопласт-автоматов. Инвестор компания Чхонзя собирается включиться в экологическую повестку, используя для сырья пластиковые отходы. «Наша компания собирается в ближайшее время приехать в Башкортостан, чтобы изучить местные условия. Достаточно ли там людей, ресурсов для открытия нашего производства. Если данная поездка будет успешной, то мы надеемся, что уже во второй половине текущего года мы начнем реализовывать наш проект». Также в республике может появиться предприятие по выпуску керамики и фарфуры из костяного угля, а также пептон – порошок для создания питательной среды для бактерий и грибов. Большую часть продукции планируют поставлять в Китай. Еще один продукт, который будут выпускать с конвейеров – костяное масло. Его активно применяют в пищевой отрасли и промышленном производстве. В ходе переговоров Ильшат Фазарахманов, заместитель премьер-министра правительства республики, отметил, что Башкортостан является крупным производителем говядины в России. В 2023 году производство этого мяса превысило 150 тысяч тонн. В хозяйствах от больших до малых насчитывается 860 тысяч голов крупного рогатого скота. Поэтому сырьем предприятие будет обеспечено. «Есть планы по осуществлению инвестиционных проектов в республике Башкортостан. На данном этапе мы очень активно изучаем все нюансы, все аспекты, которые потребуются для такой реализации. И как только мы продвинемся к следующему этапу, мы уже сможем увидеть более ощутимый результат». В целом на B2B-переговорах с представителями башкирской делегации зарегистрировались около 300 компаний Китая. Речь шла о реализации проектов в таких сферах, как агрокомплекс, нефтехимическая, металлургическая, мебельная промышленности, медицина. Башкортостан, в свою очередь, заинтересован в привлечении предприятий Китая для реализации совместных проектов на территории республики в области автомобилестроения, горнодобывающей промышленности. Взамен готовы предоставить территорию особой экономической зоны Алга, пять территорий опережающего развития, все меры поддержки, начиная от льготных земельных участков, подключением инфраструктуры, заканчивая сопровождением проектов и обеспечением механизмов реализации продукции. Мы максимально повысили оперативность предоставления мер государственной поддержки. С момента одобрения проекта в течение 30 дней предоставляем земельный участок. Предлагаем возможность быстрого строительства завода для взаймы, для инвесторов под ключ на готовой площадке. Помимо встреч, касающихся инвестиционных проектов, делегация республики провела переговоры с руководителями китайских регионов и городов. В ходе встречи с губернатором провинции Леонин обсудили перспективы открытия прямого авиарейса для деловых и туристических поездок. А в Харбине прошли переговоры о возможности открытия в городе представительства Башкортостана. Все это прямо совпадает с позицией руководителей России и Китая о наращивании партнерства во всех сферах. А препятствия, которые создает коллективный Запад этому процессу, как, например, банковские и иные ограничения, будут преодолены. Мы переходим, и это правильный процесс. Он связан с определенными издержками, трудностями, но он в целом правильный. Когда мы говорим о том, что переходим в расчетах на национальные валюты или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами, этот процесс идет. Он начат. Его уже не остановить. Таким образом завершилась вторая поездка делегации Башкортостана в Китайскую Народную Республику за последнее время. Сейчас правительстве готовят ее итоги, но уже известно, что предварительная стоимость обсуждаемых проектов в ходе четырехдневного визита превышает 100 миллиардов долларов. А теперь начинается самое важное и сложное – практическая реализация намеченных планов. Почти четверть с товарооборота Башкортостана приходится за страны Центральной Азии. Еще четверть – на Китай. И эти показатели продолжают расти, заявил глава Республики Ради Хабиров на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходит в Уфе. Сейчас Башкортостан концентрирует внимание не только на такой схеме взаимодействия, как товар-деньги, но и на более глубокой интеграции, в том числе промышленной кооперации. Уже намечено открытие ряда совместных предприятий. Некоторые из них будут локализованы в Башкортостане. Очень широкий спектр возможностей. И причем он отличается от одного государства от другого. Условно говоря, если взять взаимодействие с Казахстаном, то нам интересно, прежде всего, все связано в сфере нефтедобычи, нефтепеработки. Такова структура экономики Казахстана и Республики Башкортостана. Если говорить «Узбекистан», то нам очень интересно проекты, связанные, соответственно, с переработкой дерева, легкой промышленностью и сотрудничеством области сельского хозяйства. По мнению ряда экспертов, промышленная кооперация и открытие совместных производств – наиболее правильная схема взаимодействия с партнерами. Никто не забудет урок, преподнесенный западными компаниями, когда в сложный период они хлопнули дверью и свернули производство, локализованное на территории России. Сейчас Башкортостан развивает сотрудничество с более надежными партнерами. Инвестиции в совместные проекты с Казахстаном, Узбекистаном, а также Беларусью, Китаем, Ираном и рядом других стран оцениваются в 165 миллиардов рублей. В ходе международного дискуссионного клуба «Валда» экономисты, политологи, представители власти России, Башкортостана и стран Центральной Азии обсудили наиболее важные достижения многостороннего сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития. Башкортостан глубоко включен в самые разные отношения с странами Центральной Азии. И в этом смысле нам казалось естественным, чтобы эксперты из стран Центральной Азии побывали там, где, ну, как бы, соточены интересы их собственных стран. Во-вторых, в какой-то степени четвертая конференция мы некоторым образом очерчиваем, если хотите, своего рода вот границу линии взаимодействия. И в этом смысле Уфа – один из очень важных городов и в историческом плане, и в культурном. В ходе конференции проработали схемы взаимодействия в области безопасности, торговли, миграции, экологии. В тематических сессиях приняли участие представители не только стран Центрально-Азиатского региона, но также Китая и Индии. В аэропорту Уфа ради Хабирова попросили помочь в реконструкции аэродромного комплекса. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел обновленные терминалы и наградил отличившихся сотрудников. В начале года в Уфимской авиагаване сдали в эксплуатацию новое технологическое сооружение – навес, объединяющий в единый архитектурный облик терминалы внутренних и международных авиалиний. Строительство шло в рекордные сроки – всего полтора года. Расходы взяло на себя само акционерное общество. Помимо этого в планах модернизировать зону прилета, а именно ряд входных групп, где прилетающие сейчас испытывают затруднения при выходе с самолета. Им приходится сначала подниматься по лестнице или на лифте, потом спускаться. Еще одна важная задача – увеличить мощность очистных сооружений и количество стоянок самолетов и сократить путь к взлетно-посадочной полосе. Все эти работы дорогостоящие и требуют поддержки со стороны республики и федерального центра. По итогам прошлого года Уфимский аэропорт обслужил 4 миллиона 800 тысяч пассажиров. Ранее в своем послании президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить авиационную мобильность граждан в полтора раза. Целевой показатель для Башкортостана составляет более 7 миллионов пассажиров в год. Замедление инфляции – повод для снижения ключевой ставки появится не раньше третьего квартала этого года. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тримасов, который провел брифинг в Уфе. По его словам, длительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики связано с отсутствием устойчивого тренда на снижение инфляции. Так, по итогам прошлого года этот показатель составил 7,4%, а с начала этого года в среднем варьируется от 7 до 8% при установленном таргете в 4-4,5%. Регулирование Центробанка для установления инфляционного баланса связано со стремлением в конечном итоге поддержать устойчивый рост экономики и индексы бизнес-климата в регионах. Так, например, в Башкортостане он составляет от 0,6% до 1,2%. Этот показатель выше среднего, но еще не идеал, как, например, в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае. Высокий спрос на кредиты в корпоративном и потребительском секторе пока поддерживается многочисленными льготными программами, что может помешать снижению инфляции, полагают эксперты. Надо понимать один базовый принцип, что если объем льготного кредитования велик, если часть экономики получает кредит под ставку ниже рыночного уровня, то значит для остальной части экономики мы вынуждены проводить более жесткую денежно-кредитную политику, то есть для остальной части экономики ставки будут выше при прочих равных. Также Тримасов рассказал об источниках информации, которые руководствуются Банк России при реализации денежно-кредитной политики. Данные доступны в том числе благодаря мониторингу предприятий. Мегарегулятором он проводится несколько раз в год. Анализируется работа 15 тысяч предприятий из основных отраслей во всех регионах, в том числе в Башкортостане. Для активной индексации зарплаты и поощрения авторов интеллектуальной собственности компании требуется изменить налоговое законодательство. Такое мнение высказала вице-президент Делового союза судебных экспертов Саида Петрова. Она приняла участие в круглом столе, посвященном результатам интеллектуальной деятельности и защите нематериальных активов. Как отметили участники, в связи с введением международных санкций, нарушением логистических цепочек переориентации экспорта, тренды в части защиты интеллектуальной собственности в России сместились. Федеральные власти сейчас донастраивают эту систему с учетом текущих вызовов. Так, физлица в прошлом году получили право регистрировать собственные товарные знаки. Ранее это было возможно только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также теперь запрещено имитировать защищенное географическое указание на тот или иной товар. Например, теперь наказуемо писать на банке башкирский мед, если он реально произведен в другом регионе. Эксперты обратили внимание на необходимость защиты человеческого капитала, особенно авторов проектов внутри компании. Я, наверное, борюсь за это уже лет 30, чтобы фонд оплаты труда освободили из-под налогообложения в том виде, в котором он есть сейчас. Но это очень долгий и сложный разговор, такой глубокий, с деталями. Поэтому бизнес ценит в той степени, в которой нужна работа, но не способен пока принять решение о качественной оплате тех, кто крутит гайки. В числе организаторов круглого стола аппарат, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Башкортостана Ирина Абрамова отметила, что в аппарат поступает все больше обращений от бизнеса, связанных с нарушением авторских прав и кражей идей. Я могу сказать, что у нас есть обращения, когда у предпринимателей воруют их интеллектуальная собственность. Когда предприниматель оказывается не готов к тому, что у него похищаются их как раз нематериальные активы. И поэтому, основываясь на этих обращениях и беря тему шире все-таки, мы сегодня будем говорить о том, что это очень интересный актив, это повышение конкурентноспособности бизнеса и за этим стоит будущее. Результаты круглого стола будут направлены в ответственные ведомства, в том числе в Роспатент для проработки предложений. Мероприятие прошло в канун Дня российского предпринимательства. Благовещенский построит газозаправочную станцию. Проект инвестиционному комитету республики презентовала заместитель директора компании «Газстройсервис» Наталья Маврина. Инвестор уже сформировал бизнес-план и подобрал площадку для размещения объекта. На строительство направят 50 миллионов рублей. Новую АГНКС планируют запустить до конца этого года. Сначала автомобили будут заправлять метаном, а чуть позже станцию дооборудуют постами по заправке с жиженным газом и подзарядке автомобилей. Трафик там достаточный, то есть да, мы изучили. Плюс имеется потребность самого города, поскольку там поблизости нет совершенно метановых заправок. И администрация сама выходила с предложением, с просьбой рассмотреть их участки для строительства наших АГНКС. По итогам обсуждений инвестпроект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Благовещенска также окажет содействие в оформлении земельного участка. Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов по некоторым видам продукции полностью заместил импортные образцы отечественными. Более того, предприятие наладило экспортные поставки. Об этом сообщил замминистра промышленности, энергетики и инноваций Олег Тыщенко. По его словам, Башкортостан за два года достиг значимых результатов в замещении зарубежной продукции и оборудования. В частности, Газпром «Нефтихим Салават» завершает технологическое тестирование проекта, направленного на сокращение выбросов в атмосферу. А также проходит согласование по запуску производства суперабсорбентов, которые, например, используются при изготовлении подгузников. Про компанию «Химинвест» говорю, да, нитроцелелоза, то же самое, не производится, востребовано, продукция двойного назначения. Согласовали, сейчас вот земельные участки выделяем, проект у них есть, привяжут, начнем работать. Другие там компании взять, например, да, вот опытный завод «Нефтихим», то же самое ведет, разработка там композитных материалов, тоже как бы современное направление развития очень такое востребованное. Есть у нас такая компания «Башбас», ну и практически там 40% рынка Российской Федерации по пластикатам. То есть, понимаете, одна маленькая компания в Башкортостане, в Стерель-Тамаке, она 40% рынка Российской Федерации. Вот прикиньте, как бы, какие объемы. Олег Тыщенко напомнил, что действуют федеральные меры поддержки. Так, субсидия предоставляется на компенсацию до 70% затрат на проведение НЕОКР по современным технологиям, если реализуется инновационный проект. Также предусмотрена промышленная ипотека и льготное финансирование через Фонд развития промышленности. Башкортостан занял 18 место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2023 году. На каждого жителя республики пришлось почти по одному квадратному метру. Об этом сообщили аналитики Реорейтинг. В целом, ввод жилья в регионе за год вырос на 8,3% до 3,3 млн. Удельный вес республики в общем объеме составил 3%. В прошлом году обеспеченность населения жильем на человека составляла почти 30 квадратов. Лидером рейтинга стала Ленинградская область, где за год ввели более 2 квадратных метров на каждого жителя. На втором месте Тюменская область с показателем более полутора квадратов. В третьем – Чечня. Аутсайдерами стали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Мурманская область. В среднем по стране в прошлом году на каждого жителя ввели 0,75 квадрата. Объем ввода жилья в России за год вырос на 7,5% до 110 млн. кв. м. Положительную динамику фиксировали в 76 регионах, отрицательную – в 9. Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов останется под стражей до 7 июля. Верховный суд Республики оставил без изменения вынесенное ранее решение Советского райсуда Уфы. Об этом РБК Уфа сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкортостана. Александра Клебанова задержали 7 мая по подозрению в получении взятки. В тот же день глава региона Радихабиров уволил его с поста министра. По версии следствия, в 2023 году экс-чиновник, будучи членом Совета директоров госпредприятий «Башкировтодор», потребовал от подрядчика 5 млн. рублей за покровительство и помощь в своевременной оплате по договору на перевозку стройматериалов. В противном случае угрожал чинить препятствия. В суде сообщали, что министр получил взятку от топ-менеджмента компании «Киви» через посредника. Под стражей находится и генеральный директор «Башкировтодора» Ильдар Юланов. Следствие подозревает его и двух сообщников из компании «Киви» в хищении средств при реализации нацпроекта при строительстве трассы Бирск-Тастуба-Садка. На днях управление ФСБ также задержало в Уфе заместителя руководителя управления дорожного хозяйства Башкортостана Ильшата Ишмуратова. Его обвиняют в получении взятки почти 3 млн. рублей при исполнении контрактов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Международную выставку форума «Россия» на этой неделе посетил 13-миллионный гость. Зрители могут увидеть экспозиции всех регионов страны. На площадке представлен стенд и нашей республики. А в июне башкирская юрта займет центральное место на выставке-ярмарке «Универма», которая также работает на ВДНХ в рамках форума. Ее наполнят аутентичными изделиями региональных мастеров, списанными в современный интерьер. Тестовый образец презентовали в Уфе на полях Всероссийской открытой академии территории женского счастья. И вот, как говорят эксперты, широкая представленность башкирских брендов в Москве будет способствовать увеличению узнаваемости в стране и продвижению изделий локальных мастеров. Ведь мода на этнику с каждым годом только растет. И власти Башкортостана стремятся развивать отрасль. Так, в прошлом году господдержка составила порядка 11 млн. рублей. А с этого года мастера могут получить звание заслуженного работника народно-художественных промыслов. О продвижении региональных брендов и неслучайных случайностях в следующем сюжете. Кошмау на груднике, одежда с национальными принтами, предметы интерьера – практически все это ручная работа. Вековые традиции легко сочетаются с современными трендами. Это получается само собой, говорят мастера. Ведь культурный код уже вшит в ДНК ремесленников. Когда мастер из года в год работает с людьми, это просто считывается. То есть этот орнамент, он может быть уже не таким ярким, он может быть уже не такой цветовой гаммы. Сейчас очень много у нас сдержанных моделей, где есть именно намек на этот культурный код. Но человек при этом, он это так с удовольствием несет. Это его, ну, у нас даже говорят, окрыляет. Выставка ремесленников развернулась на территории женского счастья. Эта площадка – прекрасная возможность для мастеров найти своего покупателя и повысить бизнес-навыки. Многие секции посвящены теме женского предпринимательства. Так Гузель Усманова начала создавать украшения, когда находилась в декретном отпуске. Вот когда началась вот эта волна на башкирские национальные украшения, сидя в декрете дома, охота была творческий потенциал свой как-то реализовать. И вот вначале у меня началась искра заниматься, и потом я к ней присоединилась. Мы вместе мы семейный бизнес ведем. Потихоньку-потихоньку ездим по разным мероприятиям. Башкирские национальные традиции вдохновили и московского дизайнера, арт-директора Универмага России Кирилла Лопатинского. Со своей командой к новому летнему сезону он разработал новый облик выставки-ярмарки, которая работает на ВДНХ. Примечательно, что в качестве брендовых цветов декоратор выбрал синий, белый и зеленый. Башкирский триколор, хотя оттенки и отличаются. И все случайно и не случайно. В самом центре Универмага появится новый арт-объект – башкирская юрта. Оказалось именно тем, что мне хочется, но не в чистом виде, как вот здесь сейчас, а переосмысленным и выкрашенным в современной тенденциальной цепи. А также, находясь здесь, в Башкирии, еще одна из задач – это добрать пункт компаний-производителей башкирских с продуктами, с декором, с подарками, с таким очень тонким народным промыслом. Протестировать свою идею дизайнер решил на башкирской земле и разместил прототип на территории женского счастья. Оригинальная юрта будет диаметром 8 метров и площадью 51 квадрат. Его изготовят мастера башкирских художественных промыслов «Агидель». Производством такой национальной продукции предприятие занимается уже более 60 лет. В конце мая эта юрта, она будет представлена в Москве. И внутри этой юрты будут выставлены работы наших башкирских ремесленников, эти наши ковры башкирские, паласы, это наша башкирская шаль, это бренда республики Башкортостан, и из дерева из войлока. Я думаю, именно таким образом наши труды и изобретения станут украшением такого большого мероприятия в Москве. Изделия башкирских мастеров уже представлены на международной выставке-форуме «Россия». И они пользуются большим интересом жителей столицы, говорит Гузель Каримова. С начала открытия площадки республика презентовала свои культурные, научно-образовательные, промышленные достижения, экономический и инвестиционный потенциал. Мы открываем наши сердца, мы открываем наши души, мы открываем наши объятия и приглашаем всех жить, созидать. А кто уже не хочет приезжать, жить, созидать, приезжайте просто так, будьте нашими гостями. Мы любим гостей, мы умеем их встречать, привечать, и чтобы после этого они уезжали просто нашими дорогими друзьями, нашими братьями. Знаково, что теперь в самом сердце международной выставки будет стоять юрта, как символ башкирского гостеприимства, открытости и мастерства жителей республики. Маргарита Гафарова, Илькам Салемьянов, РБК, УФА. Посевы на 13 тысяч гектарах пострадали в Башкортостане из-за заморозка в мае. В том числе частично погибли яровые культуры на 1 тысячи гектаров. В основном это сахарная свекла, рапс, подсолнечник. В целом потери минимальные, заявил вице-премьер глава медсельхоза Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве. На сегодня 70% ярового клина засеялись в Теретамакском, Крамаскалинском, Ильишевском, Чешминском районах, более 50% в 16 районах республики. Всего в этом году планируют охватить 2 миллиона гектаров. На сегодня работами уже охватили 860 тысяч. Параллельно идет химпрополка озимых и обработка от вредителей. Удобрения и топлива имеются в достаточном количестве, отметил Ильшат Фазрахманов. По топливу цена анализ топлива за прошлую неделю снизилась на 3%. Средняя мелкоптовая цена летнего дистоплива установлена на уровне 66 тысяч рублей за одну тонну. Но это выше, конечно, чем в 2023 год. Задержек по доставке вагонов с истеростопливом на прошлой неделе не было. С начала этого года Минсельхоз России одобрил 238 заявок агрария в Башкортостан на получение льготных кредитов на 7,5 миллиардов рублей. Таким образом, с учетом заявок прошлого года одобрено 477 заявок на 12,5 миллиардов. Остаток субсидий составляет свыше 40 миллионов. В Минсельхозе Республики отметили, что их будут выдавать под 6,8% годовых без каких-либо ограничений небольшим фермерским хозяйством на посевную. Что касается господдержки, на сегодня сельхозтоваропроизводителям перечислили 1,8 миллиард рублей субсидий. Это 70% от плана. В Башкортостане в ближайшее время построят 6 новых поликлиник. Проектирование и начало работ начнется уже в этом году, сообщили на заседании правительства Республики. Там обсудили ход реализации национального проекта здравоохранения в Башкортостане. В прошлом году на эти цели выделили почти 7,5 миллиардов рублей. Благодаря этому существенно укрепилась материально-техническая база отрасли. Так введен в современный центр детской онкогематологии ряд поликлиник. Приобретено более 4300 единиц медицинского оборудования и 185 санитарных автомобилей. Установлено более 80 фельдшерско-акушерских пунктов, отметил глава кабмина Андрей Назаров. В 2024 году в рамках реализации национального проекта планируется начало строительства 6 больших объектов здравоохранения, а также завершение одного объекта. Капитальный ремонт 9 медицинских организаций, приобретение и установка 131 быстро возводимой модульной конструкции. Кроме того, стало известно, что в клинике Уфы с начала года в рамках нацпроекта поставили более 1200 специальных медицинских аппаратов. Андрей Назаров поручил Минздраву ускорить эту работу вовремя и на законных основаниях провести все конкурсные процедуры. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Такими мы увидели основные события этой недели. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.ru Ну и смотрите наши телеканалы, помните, новостей много, но главное на РБК. До свидания.